Фрисби – это не только название вида спорта, но и спортивного снаряда, представляющего собой пластиковый диск с загнутыми краями. Большинство русскоязычных называют его «летающей тарелкой». Фрисби, как вид спорта, появился лишь во второй половине 20 века, но довольно быстро стал весьма популярен, особенно среди молодежи. Даугавпилс познакомился с этим видом спорта только в прошлом году, а уже в этом сезоне наша команда «Даугавпилс Университата» принимает участие в чемпионате Латвии. К нам просто приехала учиться одна студентка из города Валмера, а там этот вид спорта довольно популярный, и просто так народ начал набираться, ходить, попробовали, интересные начали ездить по соревнованиям, и в этом году первый раз в истории нашего города у нас прошел один из этапов чемпионата Латвии, и наша команда даже выиграла одну игру, тоже первая победа в истории. Ну вот так идея и появилась. Долгопилский университет дает место, где тренироваться, в их зале мы тренируемся, который, конечно, зал намного меньше, чем этот, и поэтому очень трудно переходить с маленького зала на большой. Ну, в общем, тренируемся по 20 человек, 25 даже иногда ходят и женщины, и девушки, и мальчики. Это только на первый взгляд кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы бросать эту пластиковую тарелочку. На деле же спортсмены затрачивают массу сил в каждой игре. Причем одного желания играть недостаточно для того, чтобы побеждать. Важно оттачивать мастерство на тренировках. Есть и определенные установленные правила, которые нужно четко соблюдать. Тут есть зона защиты, зона атаки, разыгрывающая зона. Команда, которая идет в нападение, она с расспасовкой старается просто зайти в зону соперника. А защитники, играя это бесконтактное, они стараются выбить этот диск и просто кроют. Ну и вот идея, кто больше набирает очков, тут и выигрывает. Играет до 13, а на улице до 17 играет. И на улице играет, между прочим, в футбольное поле. Так что 7 на 7 играет, и там очень физически очень трудно играть. Тут тоже нелегко, это может быть кажется так, что просто тарелку кидаешь туда обратно, но это очень тяжело. Это первый сезон чемпионата Латвии для нашей команды. Пока в двух этапах мы смогли одержать только одну победу. Но игроки не сдаются и ставят перед собой задачу войти в шестерку сильнейшим. Всего в чемпионате участвуют 8 команд. В этот раз на трибунах собралось не так много болельщиков, но фрисби действительно интересный и зрелищный вид спорта. Поэтому организаторы надеются, что на следующий этап в долгов, после которой пройдет в феврале, соберется больше долгов полчан.